Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня, 23 апреля, диагноз коронавирусной инфекции поставлен в городе 30 людям. По сравнению со вчерашними данными, мы видим увеличение. Причем это не просто увеличение количества больных, а это принципиально новые очаги и источники заражения. Давайте разберемся. 30 больных. Из этих 30 больных у 29 человек диагноз подтвержден лабораторно. У одного больного диагноз лабораторно не подтвержден, но выставлен в связи с тем, что изменились правила установки диагнозов. Сейчас больным с яркой картиной пневмонии, подтвержденная различными диагностическими, клиническими показателями, ставится диагноз коронавирусной инфекции. Но с ним еще, вот с 30 больным, еще мы детально поработаем, чтобы понять все-таки источник заражения. Из 30 больных госпитализировано 11 человек, то есть они находятся в больнице. Все остальные продолжают лечение на дому. Из 11 госпитализированных у 10 человек заболевание протекает в средне-тяжелой форме и у одного в легкой. Все пациенты, которые получают лечение амбулаторно, то есть на дому, у них заболевание проходит в легкой форме. Тяжелых форм в городе по-прежнему нет. Также я опровергаю все фейковые новости о том, что у нас есть умершие и о том, что у нас есть тяжелые. Значит, еще раз, у нас, слава богу, пока нет ни тяжелых форм, ни тем более погибших от коронавирусной инфекции. Но все-таки, кто же эти новые заболевшие и откуда взялись новые очаги? Это важно для понимания распространения процесса. Один больной завез инфекцию из Москвы. Это житель нашего города, который работает вахтовым методом в Москве. Приехав домой, достаточно быстро, через несколько дней заболел и находится, и вот он как раз госпитализирован, и находится сейчас в больнице. Двое его контактных в семье, это его семья, находятся сейчас дома, они обследованы, и пока у них отрицательные анализы. Второй новый очаг – это человек, которого в возрасте уже, которого привезли из Павловского района Нижегородской области. Я уже много раз говорила, что Нижегородская область по количеству заболевших уже далеко, вернее, давно уже отнесена к неблагополучным районам. И Павловский район среди них лидирует среди других районов Нижегородской области. Поэтому, я так полагаю, что, наверное, хотели оградить от инфекции жителя Павловского района и привезли его сюда, чтобы спасти, но спасти не удалось. Привезли уже зараженного, заболевание развелось здесь, человек болеет, соответственно, его родственники тоже будут взяты, вернее, уже взяты на карантин и тоже будут обследованы. Третий очаг и третий источник, новый источник заражения – это человек, который, судя по собранному эпидемиологическому анамнезу, не имел никаких контактов в городе, никуда не ходил, кроме как в магазины, а только общался с сыном и общался с двумя своими сотрудницами. Но на деле при работе с работодателем мы на самом деле видим, что были контакты более тесные и более широкие и по работе, и по месту жительства. И человек ходил на похороны, естественно, был на поминках. И сегодня для нас вот такие мероприятия, жизненные наши, от которых нам, наверное, трудно уйти, но тем не менее являются местом передачи инфекции. На сегодняшний день я пока не могу сказать, этот ли человек является источником заражения или сам он заболел, побывав на этих мероприятиях. Эту цепочку мы еще будем раскручивать. И, соответственно, мы видим, что увеличивается количество адресов. Причем адреса – это адреса тех домов, подъездов, квартир, где живут не больные, а контактные люди. Их много. Я посмотрела, что в сети появились сведения о том, что у нас так много адресов и так мало, мол, мы говорим о заболевших. Наверное, от нас скрывают, наверное, больных гораздо больше. Значит, адреса мы все отслеживаем по контактным лицам, а не только по больным. Я, конечно, противница того, чтобы адреса гуляли по соцсетям, чтобы люди их обсуждали, чтобы сами вели какие-то расследования. Хотя, вот просто для того, чтобы знать, что на самом деле география сегодня Сарова достаточно широка, и нет смысла большого собирать эти адреса всем людям. Нужно просто понимать, что в целом в городе, во всех районах и в очень многих домах есть люди, которые сидят на карантине или самоизолированы, приехав из неблагополучных районов. И поэтому, конечно же, есть возможные источники, где могут заразиться другие люди. На сегодняшний день у нас на карантине под медицинским и лабораторным наблюдением находятся 80 человек. Я думаю, что эта цифра с учетом новых цепочек и новых очагов источников заражения сегодня будет резко расширена. Мы возьмем всех контактных этих людей под наблюдение. И, конечно, с одной стороны, наша работа очень эффективна в плане выявления. Может быть, у нас выявление более правильное, более четкое, чем в округе. Но при этом мы должны понимать, что если в окружающих нас населенных пунктах нет такого количества заболевших, как у нас, то это может быть всего-навсего фактором того, что они не полностью и не все контактные обследованы. Мы должны понимать, что и мы сами, и вся наша округа на сегодняшний день – это неблагополучные районы по коронавирусной инфекции. Всех пугает эта цифра огромного количества адресов и новых появляющихся больных каждый день. Но я вам хочу сказать для сравнения, просто чтобы эти цифры вас не пугали. Коронавирусная инфекция – это острая респираторная вирусная инфекция, эпидемический процесс у которой проходит по всем правилам эпидемиологии. И если мы посмотрим данные многих лет и десятилетий наблюдений в городе Сарове, то мы увидим, что в этот сезон при развитии инфекции той или иной природы вирусной у нас заболевших в день новых бывает от 200 до 500 человек. 200-500 человек в день новых заболевших. Вот их ровно столько было бы, если бы вы, уважаемые горожане, не соблюдали все меры профилактики и меры разобщения людей, и использования средств индивидуальной защиты, и самоизоляции на дому. Вот наши показатели плюс несколько больных в день – это как раз результат того, что вы продолжаете соблюдать все меры профилактики. Спасибо вам за это большое. Именно благодаря этому мы имеем только отдельные очаги, отдельные заболевания, и будем по ним работать дальше. Будьте здоровы, всего вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.